Привет и слава Украине, слава ЗСУ, смерть российским оккупантам. Звоню я вчера нашим военным, которые на линии фронта в Донецкой области. И по традиции, пожелав им выжить, потому что война очень тяжелая, и у нас реально очень серьезные потери, это не является секретом. И всегда в таких ситуациях задаю вопрос. Ну, ребят, ну а что там? Какой расклад? Ответ такой. Ой, вообще-то все фигово. Я уточняю так, что подвинут нас с Донецкой или Луганской областей? А слышу с той стороны трубки ответ. Нет, это вряд ли. Фиг им. Дело в том, что, вы знаете, я на самом-то деле, признавая всю тяжесть войны для Украины, могу вам сказать, что вообще-то Рейх и Россия, она дрогнула. То есть, пока они пытаются это не показывать в публичном пространстве, там, выпускают нацистку Олю Скобееву, там, и все-все-все, размышляют и мечтают, как они будут вешать украинцев на фонарях. Но, на самом-то деле, им того, кирдык. Вот, многие представители ветеранских организаций России, те, которые были созданы еще во время чеченских войн, привет Рамзан Ахматовичу Кадейрову. Опять я, как вы видите, со своим телефоном. Так вот, они говорят, что если так будет продолжаться, то скоро российским женщинам просто банально не будет хватать мужчин. В самом глобальном смысле этого слова. Почему я говорю, что они дрогнули? Да потому что, смотрите, с планами какая-то нестыковочка начала происходить. И рассказали о ходе специальной военной операции, которая развивается по плану. Это вчера лавров в Турции. В это же время, вот реально в это же время, участница шмарафона Мария Захарова придерживается совсем другого мнения. Не просто молчит, а радостно молчит НАТО. Все же идет по плану. Война, с их точки зрения, на Украине должна продолжаться. Радостно молчит. Вообще, эта опция, это же про этот российский рейх. Это же как с русским языком. Молчать по-русски. Это свойственно оккупированным территориям. Крыму, Донецку, Луганску. И вот сейчас они думают, что это правило они привнесут на захваченные части Донецкой и Херсонской областей. Но, как говорят мне мои друзья, в том числе в Москве, они говорят, блин, а почему Кириенко, это первый замглавы администрации президента Путина, так активно начал ездить на юг Украины? Что-то он торопится. Дело в том, что даже Москва прекрасно осознает, что удержать эти территории будет очень и очень сложно. И чем больше мы будем слышать заявлений на тему, что мы присоединим Херсонскую область к Крыму, вы знаете, что они делают? Они же лишают Макрона и Шольца последних аргументов для того, чтобы каким-то образом ситуацию стабилизировать. Объясню, что я имею в виду. Ну, смотрите, присоединят они Херсон к Крыму. Это значит, что украинская армия точно будет идти до Крымского моста, пока по нему будет бежать последний российский оккупант. Потому что сейчас концепт такой, что, мол, главное, в Крым не заходите, транслируют нам всякие там французы и немцы, потому что таким образом мы можем унизить Россию. Кто тут кого унижает? Россия? Ну, сказать, что она унижает себя. Нельзя унизить то, у чего нет достоинства. Но вот французам и немцам нужно на эту тему хорошенько подумать. Так вот, с одной стороны, все идет по плану. С другой стороны, правда, непонятно, по чьему плану, вот Захарова уже сомневается. С другой стороны, эта нацистка Маша продолжает всех пугать карой небесной. Вот последние события показывают, что последствия имеются, и пребывание в таких иллюзиях – это опасное заблуждение. Мы неоднократно обращали внимание на то, что ответственность за жизнь граждан зарубежных стран, которые приняли решение об участии в незаконной вооруженной деятельности на территории Украины, всецело лежит на правительствах таких государств. Участница шмарафона Маша клеймит Запад. Ну, это работа у нее такая. Однако, по сути, то, что она сказала, это же применимо на 100% к российскому государству. Любая вооруженная деятельность против российских военнослужащих будет незамедлительно пресекаться, вооруженные группировки иностранных наемников и так называемых добровольцев уничтожаться. Какая грозная нацистка. То есть товарищ Захарова, который продолжает верить в миф о бессмертной российской армии. С бессмертием все пошло не так. Во-первых, тут произошло невероятное. Вполне возможно, что Захарову в рай не возьмут. Дело в том, что что у них происходит? Вот смотрите, уровень безумия. Значит, в Петербурге арестован священник, который заявил, что погибшие в Украине российские военные не попадут в рай. Да, ему предъявили статью «Уголовное дело о фейках про российские вооруженные силы». Значит, причиной послушала видеозапись, на которой бывший священник утверждает, что погибшие в Украине российские орки в рай не попадут. В общем, 8 июня, то есть совсем недавно, у этого священника прошел обыск. Изъяли технику, иконы, крест и подрясник. Когда-то я у Захаровой спрашивал, молилась ли она за защитников Новороссии. Так эта нацистка начала истерить. Но смысл в чем? Что вот эти вот, понимаете, пазлы складываются. С одной стороны, они священников арестовывают, с другой стороны, вот эта вот тотальная цензура. А с третьей, товарищей, у которых все идет по плану. А вы слышали вот это заявление Захаровой на этом брифинге? Все идет по плану? Вы всех уничтожите? Да? С большой беспокойностью мы восприняли заявление министра юстиции Украины Дениса Малюськи о создании на западе Украины специального лагеря для российских военнопленных, обмен которых на украинских считается, как они сказали, маловероятным. Агрессивная нацистка Маша вроде бы клеймит украинскую хунту. Однако давайте-ка посмотрим на эту ситуацию немножко по-другому. Что там у них идет по плану? Вы когда начинали полномасштабное вторжение в Украину, наверное, не предупредили российских разовощеких мальчиков о том, что попасть в плен это будет далеко не самый худший вариант. Еще раз, у них все по плану, у них масса погибших, и об этом говорит даже Лавров, начинает переживать о судьбе и жизни российских солдат. А тут еще и лагеря для военнопленных. Ужас, ужас, ужас. Я просто не очень понимаю, как вообще в одних и тех же головах умещаются противоположные тезисы. С одной стороны, они говорят, что никаких нацистов там нету, и никакой человеконенавидческой логики они не подвержены. С другой стороны, они говорят о создании спецлагерей для людей, которых не собираются ни на кого менять и так далее. Захарова никогда не была полной дурой, но здесь она почему-то включает именно ее дуру, причем на полную мощность. Делает вид, что не понимает. А я объясню. Вы когда пленили защитников Мариуполя, что вы там у себя на России начали пропагандировать, что, мол, бойцов полкозов мы не обменяем, мы их осудим, мы их расстреляем. Правильно, Маша? Или как? А я вам тогда сказал, что для нас, для украинцев, значение жизни украинского солдата одинаково, независимо от принадлежности его к тому или иному воинскому подразделению, полку, батальону или роте. Сечешь, Маша? Это где такое в истории-то видано было? Ну, мы знаем где. Вот ровно об этом мы и говорим много лет. Что идеи свои, вдохновения, киевский режим и те, кто за ним стоит, черпают уже в отработанной мировой истории. Нацистка Маша, естественно, намекает на Третий рейх. Однако в этом вопросе, как говорится, если ты начинаешь размышлять и мечтать Машу о Гитлере, возникает интересная метафора и метаморфоза, извините. Дело в том, что, вот возьмем президента Польши. Дуда назвал, во-первых, количество танков и бронетехники, которые Польша передала Украине. Танков 240 штук. Кстати, спасибо нам, польским друзьям. Но тут важно другое. А Анджей Дуда вообще-то прямым текстом критикует и Шольца, и Макрона за звонки Путину. И вопрос он задает четко. Разве так говорили с Гитлером? Так вот, Гитлером сегодня является Путин. Хотя, опять же, справедливости ради нужно заметить, что Гитлер не убивал немецкоговорящее население, а Путин убивает русскоязычных. В первую очередь русскоязычных, уничтожая города на Донбассе. Но не только на Донбассе. Европа, нацизм и фашизм. Я вам говорю, она не дура. Захарова отличница по российскому фашизму. У нее была пятерка. Конечно, это, мне кажется, какое-то новое слово, дополнительное новое слово в понимании того, как делить и сегрегировать людей. Мы видели немало на территории Украины. Теперь, оказывается, вот такому делению на хороших и нехороших, достойных и недостойных будут проводить среди еще и военнослужащих, что ли. Что ли? Не включай дуру, Маша, не военнослужащих, а российских военнопленных. А кто такие военнопленные? Рассказать тебе, не дура, Маша, военнопленные российские, это те люди, которые с оружием в руках пришли в Украину, чтобы нас здесь всех убить. Но у них что-то не получилось. И если вы еще будете далее накачивать вот эту тему, о том, что вы что-то сделаете с пленными азовцами и другими украинскими военными, имейте в виду, что эта история обоюдоострая. И я знаю, сколько тысяч российских солдат и офицеров находится в плену. Наших тоже много, это правда. Которые достойны обмена, недостойный обмен, что вообще такое? Несмотря, вот, кстати говоря, где все гуманитарщики? Они, вот, все те, кто отслеживают ситуацию в ходе боевых действий и соответствия гуманитарного права. Где все эти заявления? Или как? Все еще от Бучи не могут отойти? От Бучи сложно отойти. Я единственное всем вот этим вот адептам Путина и российской смерти хочу пожелать. Знаете, чего хочу пожелать Маше? Я хочу, чтобы Маша встретилась в такой же ситуации с российскими солдатами, которые были в Бучи. Со всеми вытекающими для нее последствиями. Так вот, пока мы слышим вот эти вот гневные заявления Захаровой, тут есть еще одно интересное параллельное явление. Как это так? Получается, а я вам говорю, что они дрогнули, Маше перестали верить в Российской Федерации. Скажите, у вас поменялось отношение вот к спецоперации за все время? Мы же живем, к примеру, люди, да, вот, живем, воспитываемся детей, занимаемся своими делами, решаем какие-то свои проблемы. Тут раз объявляют какую-то там спецоперацию. Поначалу, естественно, я там все, там молодец, там Россия, все. Теперь я уже не понимаю. Это мама срочника Никиты Сыромясова. Говорящая фамилия. Но этот парень погиб на крейсере Москва, а его мама изменила свое отношение к российскому вторжению в Украину. Это просто какое-то удивительное открытие. Почему российские граждане начинают что-то понимать или догадываться только после того, как потеряют своих детей? Ну, мы помним рассказы отца-срочника Егора Шкребца. Тот самый папа, который сначала желал украинцам смерти, а потом обвинил в убийстве своего сына российское министерство обороны. От этих историй просто кровь становится в жилах. Нет, не из-за кровавых и страшных украинцев, а как российское военное командование относится к своим солдатам. Одни говорят одно, с одной стороны слушаешь, другие говорят с другой. Я просто никому не верю. И как относиться к этому ко всему? Ты просто вот в рассеренности. Я слышу, часто этот вопрос задают. А как можно относиться к тому, чему мы вообще не знаем? То, что гибнут и с той стороны дети, люди, с нашей стороны, с российской гибнет, сколько пропадает бизнес. Я слушаю, вот мамочки там где-то тоже выступают, там это все слезами обливаешься. Я не понимаю, для чего. Теперь уже я не понимаю, для чего это все надо было. Для чего? Ну, чтобы утереть нос НАТО и американцам. Ну, это официальная версия. Глобально это убийство нас, украинцев. Только тут что-то пошло не так. Мы опасны и вооружены. И всех российских оккупантов мы здесь уничтожим. Я об этом говорил, когда работал в Москве. Говорю и сейчас. И не спешите пристраивать к Мордору украинские территории. Не спешите. Вы не подписывали? То есть, как бы такой шантаж, так скажем, Такой легкий шантаж идет. Нет, конечно. А что там за заявление это? Умерший в результате катастрофы? Меня такая формулировка, во-первых, не устраивает. Я не согласна с тем, что мой сын погиб. Умер в результате катастрофы ракетного крейсера Москва. То есть, Мордор делает все, чтобы ни в коем случае не признать, что корабль утонул вследствие ракетного удара ВМС Украины. Ребята, как вы думали? Вы думали ли, что ваши ракеты будут безнаказанно лететь на головы украинских граждан? Нет, 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 нет. Еще раз. За все придется заплатить. Вот даже Маша говорит о том, что пленных много. О том, что операция идет по плану НАТО. Слушайте, это, конечно, просто признание. Как они запоют через несколько месяцев? Я просто хочу сказать, что мы воюем с большим государством. Фактически тем оружием, которое у нас было. Это для россиян. Ленд-лиз еще не начался. Да, там есть масса вопросов, почему так долго, но тем не менее. Они с нами устно разговаривают. Письменно они нам ничего не дают. Типа там и поисковая работа у них идет, ну, которая, как выясняется, что вообще никакой нет. Ну, мы так думаем, потому что не найти за 25 апреля по сегодняшний день ни одного даже фрагмента тела, ну, извините, это уже смешно. Я не верю ни одному единому слову, ни единому, никому вообще абсолютно. Хоть в каком ранге находится человек, который беседует, это вообще сплошная ложь. Так и есть. Участница шмарафона Мария Захарова должна это запомнить. Процесс мутации российского общества рано или поздно начнется. Нет, они не будут протестовать против войны или что-то еще. В принципе, спячка в российском обществе, она не пройдет. Но знаете, что будет? Они всячески будут упираться о отправке своих детей и мужей в Украину. А знаете почему? Потому что мы их здесь убьем. Подписывайтесь на мой YouTube канал. Слава Украине. Слава ЗСУ. Лайки, репосты, Patreon. Украина была, есть и будет. Чао.